Дом 2 Новый участник, а того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом 2. Жара. На ТНТ. Здравствуйте, это телепроект Дом 2 и с вами Степан Миншиков и Алена Водонаева. И сегодня у нас день самоуправления. Вчера в нашем доме поселилась новая девушка Оля Десятовская. Она приехала, чтобы попытаться построить свои отношения с Давидом. Но Давид повел себя очень странно. То отвергая Олины попытки, то устраивая ей сцены ревности. Я считаю, что Давид должен определиться в своих симпатиях. Ведь у него уже появился конкурент в лице Жени. А девушки, как правило, отдают предпочтение тем, кто их больше ценит. Сегодня 447-й день нашей телестройки. Вчера Евгения Васютина ездила на свидание со своим тезкой Женей, где ребята признались друг другу, что пока между ними может быть только дружба. Прожив в нашем городке всего один день, новенькая Оля сумела не только заинтересовать молодых людей, но и вызвать неприязнь у одиноких девушек Марины и Жени. А пока новые участники увлечены выяснением своих отношений, старички наслаждаются спокойствием после череды ссор и конфликтов. Продолжение следует... Мой господин, доброе утро. Доброе утро, мой господин. Солнце уже встало, птички поют. Позвольте вас угостить завтраком. Позволяю. Может, вы желаете выпить грейпфруктового сока натурального сестра перед тем, как приступить к пище? Продолжение следует... Простите, как вы меня назвали, мой господин? Козявка. Не так. Я к вашим услугам. Может, вам что-нибудь сделать? Мне так все напрягло вообще ужасно. Да все вот эти истории... Меня, если честно, уже... Вот, я не знаю, я слов просто больше не нахожу. Меня достало уже все это. Что это стало? Не знаю, я устала уже. Да все эти истории, блин. Слишком часто упоминаю на это имя. Настенька, не чаще, чем ты своего мужа. По-моему, ты о нем чаще говоришь. О кого мужа? Да. А я о Наде говорил? Я вообще совершенно не хочу разговаривать о нем. Да я о Наде не хочу говорить. Замечательно, отлично. Слушай, ну ты знаешь, я думаю так. Настя, короче, слушай, блин. Что ты сейчас точно знаешь заводиться? Ты говоришь, что не хочешь об этом разговаривать? Давай поговорим об этом, давай. Хорошо, давай сначала мои проблемы, потом твои. Хорошо поговорим? Нет, нет никаких проблем. И у меня нет никаких проблем. Что ты начинаешь степляться и что ты это... Все проблемы. Просто я тебе говорю о том, что, ты знаешь, я не хочу от тебя больше слышать вообще ни о каких отношениях. Ни о каких отношениях. Мне не надо этого всего знать. Я уже наслушалась вот так. Я сама дура, что спрашивала, задавала вопросы. Впредь я ничего спрашивать не собираюсь. Для меня, пока ты со мной, никаких других женщин не существует. Вот когда ты будешь один, делай все, что угодно. А пока ты со мной, ни о каких других бабах я не хочу и слышать. Как-то у тебя отношения с девушками там спадывают. Да у меня все, блин, как-то сказать. Ну вот я хотел узнать тебе, кто-то приглянулся. Даже если ты представишь Шене... Ну конечно приглянулся, Лех. Ты смотрел, ты смотрел вчера Жене, ты видел по телевизору? Ну а как бы приглянулся-то, а взаимность есть вообще? Ну вот, ну вот с этим проблема. Да? Да. Блин, ну давай, добивайся, что ты. Ну это, короче, знаешь, как это, блин. Ну да. А вообще будь таким, какой ты есть. Да я такой, какой я есть, такой я и есть. Ну и все, будь здорово. А спойте какую-нибудь песню? Поехали. 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 Ай, котенокша, ай-яй, котенок, люблю тебя. Почему ты есть? И-и-и-и. Это не индийский. Японский. Японский? Да. И чикарикаси-кунсы, аликарикан-тикунсы, и римарикаси-кунсы, ай-най-за-си-кунсы, си-кунсы, си-кунсы. Ай, котёнок-си-кунсы, ай, котёнок-си-кунсы. Котёнок-си-кунсы, кондиционеры здесь. Я понял, спасибо. Очень хорошо. Ну что, ты как? Я так потихоньку. Ну, уже успокоилась после вчерашнего? Угу. Так я не понимаю, ты с Давидом не разговаривала? Нет, нет вообще. Не знаю, как ты можешь идти. Я вообще не знаю. Я тоже. Непонятно. То, знаешь, что... Пойдем, пойдем, потом поговорим. Да вообще. Но я знаю точно, что я за ним бегать не буду. Понимаешь, что как бы... Если ему не надо будет, я не буду. Ну, по-моему, Женка больше инициативу проявляет. Вот ты знаешь, вчера, когда Давид приехал, и когда мы с ним целый день брали, Жене вообще не видно было. Он вообще ко мне не подходил. Ну, вечером я только со мной поговорил, так что, скажи мне честно, кто тебе больше нравится, что где там вот... А то получается такая ситуация. Знаешь, забеспокоилась ему вредно. Странная она какая-то, Женька. Она молодая еще. Она твой друг, да? И ты с ней говорила... Если ты говорила обо мне... Настя, я не хочу об этом говорить. Я не хочу об этом говорить. Я хочу. Я не хочу. Я хочу. Я хочу и я требую разговора. Не треба. Я хочу. Мало ли что, ты хочешь? Я хочу. Мало ли что, ты хочешь? Я хочу до конца договорить, и потом возвращаться к этой теме. Настя, все, мы закрыли тему. Еще раз говорю. Я тебе говорю, мы тему закрыли. Обо мне не надо разговаривать со своими всякими бабами. Я о тебе со своими бывшими мужчинами не разговариваю. Да что ты говоришь? В отличие от твоих женщин. Так лично, совершенно неинтересно. Неинтересно я, а не... Да, извини, в отличие от твоих мужчин, меня никто, тебя никто не обсирает из них. Понятно? А твои мужчины тактичные. Гадости всякие говорят про меня. Вот ты бы обратил внимание, кто тактичный. Твои или мои. Смотрите, как ваши холопы спят безнадежно. Мне кажется, что их потом не заставишь работать. Вставать нужно рано. Спать будем в гробу. Почему мы сегодня будем спать в гробу? Не сегодня, а потом. Сюда? Я же чего плохого привела. Еще раз доброе утро, мой господин. Вы можете идти, я пока заправлю вашу кровать. Куда идти? Принимать в ванную. А готова? Готово. Анна. Нет. Почему? Ты что тогда предлагаешь? Вы разве не ходите на цепо утром? Нет. Ну ладно. Я в обед хожу. Ну что ты знаешь? Ты знаешь. Понятно. Понятно? Ну иди-ка сюда. Кей Юнсен. Котенка. Котенка. Ты что у меня здесь? Ты веселый, Ман. Эй. Доброе утро, котенок. Привет, я обязательно. Котенок, доброе утро. Котенок. Иди в душ. У тебя брови как-то... Иди к умню, мой куявка. Иди к умню. Иди к умню. Давай, ладно, все забудем и все. Забудем и я постараюсь вообще не спрашивать про бывших девушек и тому подобное. Неважно. Ну было и было. Просто когда у меня включается разум, я нормально смотрю на эти же ситуации, понимаю, что вообще лучше не разговаривать об этом. Ну зачем это надо? Когда у меня включаются эмоции, я по-другому мыслю. Понимаешь или нет? Понимаю. Ну что, когда разум больше включен, чем у нас. Оля. Можно вопрос? Смотри, если бы тебя сегодня одновременно пригласили бы на свидание. Женя и Давид. Но при условии, что ты должна выбрать только одного. С кем бы ты поехала. Вот честно. Сейчас? Вот сегодня. С Давидом. Понял, Женя? Вот так вот. Прикольно, а вообще сейчас было. А-а-а. Он был, короче, в лоб. И тебя кинули. Только что. Тебя только что кинули, как в лоба. А про кинули. Женю кинули, как в лоба. Женю а про кинули. Женю а про кинули. Ты же за свои слова отвечаешь, правильно? Если бы на данный момент так было, я бы... Ну, ты отвечай тогда. Чего? Чего вы спросили? А? А? Чего вы спросили? Забей. 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 Говори, говори, что? Чего спросили? А? Из-за тебя она спрашивала, что у меня не было сказано. Ну, что, какая разница-то? Ты не скажешь. Это вам скажу. Поем и скажу. Жень, ну что, ты лох, короче, я тебе скажу. Я лох. Ты лох. Я лох. Вы спыли, как лоха. Мой тебе совет присмотреть, пожалуйста, к Женечке еще раз, потому что эта женщина не предаст. Ребята, сегодня в доме восхитительный обед остается готовить Евгений и новенькая Оля. А? Марина? А? А все остальные? А все остальные, да, идут за мной на стройку. Чего-то идите. Сегодня прораб фонтует свою на стройку, одел фонтовую рубашку и хорошие брюки. Надо его измазать. Она не фонтует, она не фонтует, но она решила взять на себя. Все, так, лезем на стройку через эти руины. Все, все, я не фонтует, я решила все взять на себя. Сейчас все, весь гипсокартон возьмешь на себя тогда. Оленька. Да. Ты не успела приехать и уже оказалась, так сказать, в центре событий таких, что с правой стороны мужчина, с левой стороны мужчина. Давид и Женя, вот кто тебе больше нравится и как так получилось? Сама ты как думаешь? Почему такая ситуация сложилась? Почему такая ситуация сложилась? У меня обычно так всегда все и складывается. Много поклонников всегда. Да. Но умилее сердце кто? На данный момент. Давид. Давид? Аленка никогда не думала, что от общения можно получить удовольствие. Не могу сказать, что у меня за два дня, да, что-то произошло, прям там, все, я влюбилась. Нет такого, нет. Это просто реально приятно общаться с человеком, вот как свое, знаешь, как на одной волне. То есть я могу сделать вывод, что все-таки Давид может оказаться рядом с тобой? Да, но я имею в виду, что я не буду Женю задвигать на задний план, мне так же интересно с ним общаться. То есть ты выбрала для себя такую выгодную позицию, и один мужчина под боком, и второй мужчина под боком, и никого на задний план ты задвигать не хочешь, а ты совершенно не думаешь о том, что может быть кому-то из них, а может быть двоим ты можешь причинить боль. Помнишь ситуацию с Олей Бузовой, которую Стаса держала на коротком поводке и в то же время была с Ромой? Тебе не кажется, что очень похожая ситуация? Нет, если бы я была с человеком, уже у меня складывались отношения, то никого рядом бы не было. Ну видишь, ты только что говоришь, что я не хочу задвигать Женю. Это пока, пока я не определилась, действительно, с кем мне будет уютнее и комфортнее вообще себя чувствовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Эта штука Двадцать одна Двадцать одна? Ого Женя, что ты решил? Я хочу дальше Продолжать Ухаживать за Олей Ну а вот смотри, она приехала к Давиду Ты решил за ней ухаживать Мне кажется, в любом случае Придется поговорить с Давидом Если Оля на самом деле ему очень сильно нравится И тебе вести себя как-то порешительнее И тогда сказать Давиду, чтобы он вообще Никаких претензий тут не предъявлял Чтобы никаких видов на Ольгу не имел Потому что ты решил забрать ее себе Если Давид хочет Давид хотел борьбы Пускай будет борьба Если Давид хочет Ольгу Пускай он ее добивается Я буду это делать тоже На голове теперь все Нормальная тебе? Нет На голове все Я подумаю на тебя Я буду лезть сама Не помогать? Нет Только не резко Не резко, да И высоко не поднимай А теперь отсюда лови, чтобы Обратно не падать Слушай, а Ольга общительная Нормально? Нормально вообще? Да? Ну сейчас что-то она нахмуривается Короче, не разговаривает Вообще ничего А чего она так? Не знаю, может она акклиматизируется Такой прям кислый мина Весь день сегодня ходит Ну может, блин, тяжело Наверное, пока еще здесь Мне рядом нет Как только происходит такая ситуация Что Давид может меня увидеть Ну как бы вот Давид не спит, да Где его там, ну поет Или что-нибудь Вот И проходит и смотрит Женя все время рядом Ты этому измыть? Не-е-е Это заметило? Это вообще не так приятно стало Мне кажется, ты зря заморачиваешься По этому поводу Ты как вообще? Он сказал, что типа, да Ну вот, я буду бороться Там никакой борьбы нет Просто у кого-то Нет Все Он Смотри Он ничего не хочет Не-не-не Смотри Тут вообще Правильно Борьбы нет Знаешь почему? Потому что сейчас идет Этап узнавания То есть Давид тебя узнает Ну, грубо говоря, да Женя тебя узнает И ты их узнаешь Узнаешь Давида И узнаешь Женю Здесь не может быть борьба Он же тоже Женька же тоже не может сказать Там Я ее там Хочу Желаю От Жени вообще Вот Эмоции Никаких Вообще Может он просто такой человек Но вот Такое ощущение, что Мне надо ничего Он просто Что как будет Что я должна что-то делать Понимаешь? Если ему нужно Он должен делать Не я Ну и кто это такой Тот красивенький? В журнальчике Прямо на самой обложке Я? Да Да Смотри какая красотулька Да Ух, какая Мне сразу сказал редактор и фотограф Что мы хотим, чтобы эта девочка была на обложке Вот эта вот? Да Ну почему? А мне вот Любопытство Любопытство Тём Ого Пуста 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 Соберяна? Да Только для мурзилки Можешь попозировать Для мурзилки? Конечно Ты любишь сушь Я надеюсь А тут и знаешь Что я люблю сушь Давай наоборот с этим Давай Ну я подумала Что это Делаю приятно Да Ты молодчина Ты организатор Сейчас разберемся Так Ты не ожидал? Я вообще не ожидал Потому что Справеда была такая Пассионная Может я не знаю Может тебе Сама обстановка напугала А сегодня вдруг Просто привыкла Что сначала Мужчина делает первый шаг Ну как Мы с тобой поговорили вчера Я поняла что Надо пройдянуть свои руки Вот она Вся любовь Довида И всякого Сидят там А целуются А? Нет Не, не целуются Не целуются Ой, хорошо Здесь так быстро Время бежит Просто Утро, вечер Все Утро, вечер Утро, вечер Самоседия А ты вот Какие впечатления Обо мне Вот В течение двух дней Да Хоть какие-то создались Да Хоть как-то Я тебе симпатичен Чуть-чуть Ну прям 50 Ну если бы не было симпатичем Я бы это все не искрала Вы наверное Как ты думаешь Да, я надеюсь Что это искренне Я верю Так успела Без тебя Земля Как мне Несколько часов Прожить Так же Падает Листва В садах И куда-то Все спешат Ну пусть себе Спешат Жень Ну что Ты лох Короче Я тебе скажу Я лох Я лох Я лох Выпустили Как лоха Мой тебе совет Присмотрись пожалуйста К Женечке еще раз Потому что Эта женщина Не предаст Маленько-маленько Можно к тебе вопрос Почему у тебя к ней Такое превзятое отношение Почему у тебя К ней такое превзятое отношение Ты Почему у тебя К ней Такое превзятое отношение Превзятое? Да Мне кажется Ты ее немножко Недолюбливаешь Я не скрываю Я кому Не скрываю А почему? Ну что за глупый вопрос? Ну мне интересно Ну что за глупый вопрос? О боже Я на самом деле Очень люблю Куточки Да мне дарят И сама Либо дарят Спасибо огромное Спасибо огромное Я просто Я не знаю Как я тебя тамщу Но я тебя тамщу Обещаю Я надеюсь что тебе понравилось О огромное спасибо Короче Теперь получается Теперь получается Дальше Покрутить Покрутить Чтобы в итоге Она просто На предваре Ловка Спалась одна А Женю надо Подбить Чтобы он Жене Встал Смотришь Ксения В ударе Женька А ты что Лох-лох Остался Ну что Ты не теряй Свою Женьку Еще Вот и родной дом Дом Вот мой дом Тебе понравилось Очень понравилось Ты молодчин Тут уж не надо было Ты знаешь Мне подарили розу А кто тебе подарил розу Догадайся Аленка С трех раз Мне кажется Маринка Ты что Аленка Вторая попытка Вторая попытка Степка Да Почти Как ты угадала Все Поподавил Мне розу Надоело Что Ты так поступаешь С девушками Я не хочу оказаться Дурой Так же Как Марина Она только что Отказалась От этого мужчины Я готова быть дурой Если она от него Как хорошо Ты неправильно делаешь Маса Да Так Маринка Думаю Все хорошо Маринка Мы только болтаем И че И че Давид Я как твоя истинная подруга Не могу оставлять себя в руках Такой коварной женщины Солнышко Почему на коварной Маринка Потом мы с тобой поболтаем Ладно Это что Пинок под зад Очередно Нет Потом поговорим Выйди сейчас Мы просто говорим Если можно О чем Выйди сейчас Ты знаешь Я тебе уделяю время Всегда Маринка Конечно Я тебе Так Как собачонку Немножко времени Уделяю Мне кажется Что нам просто Никто не даст Создать пар А ты готова быть В окружении врагов Да Я очень часто С ним сталкиваюсь Да Мне не привыкать Почему все врут Что вот нельзя Откровенно сказать Когда спрашивала Тебе Оля нравится Вот он тут Так вот говорит Мне нравится Внешне Почему ты Перед 7 милодном месте Ей тоже не стоит Только внешне Внутренностью Нет Ну как так Зачем Ну я сам не знаю Почему Мудавит такой Да Они все какие-то Такие И Боря тоже Знаешь Пишем Мне еще не выпадет Ну тут опять Ну Мы Беды 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 Мя Беды Да Вообще Какая-то И что Женя Был с мальчиком Ты Ты с ней Вот знаешь По энергетике Абсолютно Одинаков Марин Я Мы сейчас Вот такие Скажи Что ты Меня мучаешь Почему ты Ревнуешь Мы же вроде бы Вчера поговорили Я ревнула Ну хватит Ты же сказала Что мы Постараемся Остаться Другими Я не могу Ты не можешь Быть мне другом Нет Не получается Быть тебе Другом Солныш Мы Может Я тебя Ревнула А что Мне теперь Делать Я не знаю Что делать Что делать Мне прежде всего Ты что Плачешь Нет Ты Короче Вляпался Я конкретно Вляпался Мне никто Никогда Здесь не даст Постройки отношений Да Теперь я Не дам Я не дам Спасибо Я клянусь Что я не дам Огромное спасибо Можешь Иди Где-нибудь В другом месте Строить Здесь я тебе Не дам Потому что Здесь я тебя Ревную Серьезно Я бы тебе Посоветовал Немножко По-другому Себе вести Если ты Хочешь Сохранить Меня Хотя бы Как друга Я бы Вел бы Себе По-другому Или Если ты Хочешь Меня Как врага Я могу И по-вражески Нам нужно Поговорить С Маюхой Солнцем А? Нам нужно Поговорить С Маюхой Солнцем Сегодня Завтра Голос Вами В домике А почему Сегодня Ну давай Вечерком Ближе Зайдем К ним В гости Поговорим А мы Должны Сначала Сами Решить Перед Чем С ними Говорить Ну что Мы же Давным Давно Все решили Через Недельку Да? Это Самый Оптимальный Вариант Вами Почему? Тут Разницы На самом деле Нет Просто мы Даем им Погольше Пожить Вот Все Марин Давай Обсудим Немножко Объективно Посмотрим На все Это Да? Вот Что Может у нас Получиться Если ты Мне так Будешь Ревновать Ни у меня Ничего Не получится Ни у тебя И что Это Что это Значит Если Это Хорошо Давай будем Взрослыми Я тебя ценю Потому что Ты умная Девушка Ты мыслишь Как В отличие От других И моя тетя Ты понравилась Да Да Тебе знаешь Сколько парней Придут В сто раз Лучше Чем я Потому что Ты всем Нравишься Тебя нет Хватит Сейчас Вот ты Увидишь Тебе Придут Такие Памят И моментально Меня Заботишь Ребята Садитесь Садитесь Ребята Ромка Садись Действие Действие Очень Простое Я Завяженными Глазами Завожу Сюда Алену Она Села Вы все Должны Ну Реб Май Ну Закройте Двери Вы все Дружно Отворачиваете И начинаете Пускать И начинаете Пускать В нее О Королева Воздушных Пузыриков О Королева Воздушных Пузыриков Там На нее Да Делаем 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 Потом Я ей Глаза Развязываю Гробовая Тишина И она Я ей Выношу На подушечке Значит Мыльные Пузырики И она Берет И выпускает Пузырик И все Восхищаются Еще больше Такие О Королева Мыльных Пузыриков Ладненько Спрячьте Все Спрячьте А она же Закрытыми Глазами Он мужчина Она Женщина Его зовут Степан Ее Алена И все Таки Они Вместе О Королева Мыльных Пузыриков О Королева Мыльных Пузыриков О Королева Мыльных Пузыриков Что и правда королева мыльных пузырьков? Королева мыльных пузырьков! Королева мыльных пузырьков! О, 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 королева мыльных пузырьков! Алена Баданова и Степан Винчиков. Может быть, ты как королева мыльных пузыриков, может быть, ты скажешь его? Свою королевскую речь? Да. Сегодня действительно у нас в лагере происходили поистине королевские дела. И заварили все эти дела Евгений Новенький, Оля Новенькая, Давид Старенький и Маринка Средненькая. Сначала я, конечно, хотела бы дать слово Давиду и Оле. Потому что они куда-то сегодня отправлялись погулять, наверняка что-то решили. Олечка сделала мне большой сюрприз. Во-первых, мне было приятно, что столько внимания. Во-вторых, мы сходили за периметр. Только никому не говорить. Мы покушали суши и пообщались как надо. Оля, что у нас сегодня с тобой был тет-атет. Мне интересно, определилась ли ты к концу дня со своими мужчинами? Все-таки кто же тебе сердце мил? Евгений, который так понуро сидит на том конце лобного места? Или Давид? Как можно же догадаться, что если бы я не определилась, то я бы ничего сегодня не делала. То есть сейчас ты перед всеми ребятами заявляешь, что Женю ты оставляешь в покое, и он может дальше строить свои отношения, но уже не с тобой, да? Это не единственное мое заявление. На самом деле я хотела сказать Давиду, что мне очень приятно было. Ты очень добрый человек. Реально мне приятно с тобой общаться. Я думаю, ты понял, какое у меня к тебе отношение. И я поняла, что я не могу здесь строить отношения, что мне мешают камеры, и что я хочу сегодня уйти отсюда. И я хочу узнать, готов ли ты строить отношения за периметром, и уйдешь ли ты со мной. Олечка, что ты ожидала, скажи мне, пожалуйста. Я хочу услышать тебя. Тебе не кажется, что мы очень мало общались? Да, у тебя не кажется, что ты сейчас просто Давида в такое положение ставишь странное? Вы общаетесь два дня, еще вчера вечером перед сном ты залезла с Женей на башню, а сегодня ты заявляешь Давиду о том, что он не хотел бы уйти за тобой. Я сегодня сделала все, чтобы покатать свои отношения к нему. Ты знаешь, каждому из нас было очень плохо. Особенно мне, когда я приехал сюда, я не привык ни к камерам, ни к людям. Мне было очень тяжело. Но это нужно перебороть, пройдет время, все будет по-другому. Так, вопрос прямой. Я решила для себя. Ты уходишь за ней? Прости, Оля, я просто не успел к тебе привыкнуть. Надеюсь, ты поймешь. И давай с друзьями останемся. Я просто не понимаю, почему ты уходишь и почему от меня... Дорогие друзья, вот таким вот образом Оля должна была уйти от нас, но, к счастью, это был всего лишь, может быть, розыгрыш, может быть, проверка Давида на его симпатии, на его предпочтения, которую он, собственно, с блестящей... Нет, я не думаю, что вы от меня все ожидали другого ответа. Вот сейчас ты проверила Давида и можешь сказать, нужен ли тебе такой мужчина, который так говорит? Это его решение, дальше мы посмотрим, что будем делать. Смотри, а чего ты ожидала? Вот я, может быть, мне как-то здесь надо на твою сторону встать, но я, если честно, не понимаю. Мне кажется, это немножечко глупо делать так, знать человека один день, и ты требуешь от него каких-то нереальных вещей. Ты думаешь, ты какая-то особенная, или он сразу же должен броситься к тебе в ноги и пойти за тобой и сказать, да, Оленька, пожалуйста, давай уйдем отсюда вместе, будем жить долго и счастливо. Это было мое решение, и мне это было необходимо. Ты пересмотришь сейчас свое отношение к Давиду? Я подумаю. Хорошо, как смотрит и как думает на эту ситуацию Марина, которая сегодня почему-то была очень агрессивной, если кто заметил. С чем это связано? Дело в том, что я... это злая, и память у меня хорошая. Вот, я не знаю, сколько времени я еще буду злиться. Когда отказывает мужчина, которого я считаю идеальным, это очень больно и очень обидно. Это очень задевает, когда приходит новая девушка, и почему-то нормально воспринимаются все ее глупые ухаживания, когда... ну, мои ухаживания на фоне ее ухаживаний, это гораздо выше. Ее ухаживание просто ничто, это мелочь, это копейки. Маринка, ну так нельзя сравнивать. Я думаю, что это должен Давид решать. Чьи ухаживания? Ну, он решил, но он тебе об этом не скажет. Что тебе об этом говорить? А тебе что об этом говорить? Дайте мне перчатку. Зачем тебе перчатка? Я брошу ей в лицо. А сейчас это... Марина, Сашу Нелидова не слушай, возьми тапочек свой. Марина, мы с тобой говорили, по-моему, об этом? Пусть сами раздраться. Ну, давайте без тапочка, то есть получается, что ты вызываешь на дуэль. Просто я потом за свои поступки не отвечаю. Не тапочек, мне кажется, очень актуально будет в этой ситуации. Подушку давай. Да, я вызываю ее на дуэль. Девушка искренне относится и к Давиду, и к Жене. Она запутала в своих симпатиях для того, чтобы в них разобраться. Она хочет увидеть обратную реакцию, так как от Давида она обратной реакции не видела. Ты че плакаешь? Это как слышно, очень сильно. Я слышала, что не будет такая реакция, не надо было этого ничего делать. У меня вопрос еще к одному молодому человеку, который так и остался сидеть почему-то в стороне. Жень, смотри, как поворачиваются события, и почему-то ты в этих событиях принимаешь далеко не первое место. Вот как ты сейчас будешь себя вести, если ты, так сказать, бортанул Женю, девочку, да, и повелся на белокурые волосы и на длинные ноги, а сейчас получается, что ты просто остался у разбитого корыта. И твои дальнейшие действия. Я не считаю, что, как ты выразился, Алена, я бортанул Женю, мы с Женей, по-моему, прекрасно поговорили, мы друг друга поняли. А за Олю, я рад, что она определилась. Ты мне сегодня на этой тете говорил, что ты будешь за нее бороться? Она определилась, я рад за нее. Пускай она строит свои отношения, я искренне желаю ей счастья. Но ты же только что услышал, что она еще не определилась. Она определилась, все, я желаю ей счастья с Давида. Это розыгрыш, если ты не понял, это был розыгрыш. Какой розыгрыш, какой? Я объясняю. Сегодня целый день Ольга оказывала Давиду всяческие знаки внимания. Подарила ему розу, пригласила на свидание, беседовала целый день, целый день посвящала свое времени. Объясните еще раз, я не понял. Целый день, что было все это? Это было искренне, это было искренне. Это было искренне? А что розыгрыш? То, что ты уходишь, да? Были слова, уйдешь и ты за Олю. Я хотела посмотреть на твою реакцию. Так кого вы разыгрываете, меня или Жене, я не понял. Послушай меня, Давид. Просто надоело, что ты так поступаешь с девушками, и я не хочу оказаться дурой, такой же, как Марина. Марина, подожди, Марина, подожди, я не хотела тебя обидеть просто насчет твоей дуэли. Я не знаю, стоит ли вообще бороться за него. Она только что отказалась от этого мужчины. Я готова быть дурой, если она от него отказалась. Я хочу понять, как этот человек ко мне относится, а потом мы уже будем разбираться. Оля, пожалуйста, еще раз. Сегодня что был розыгрыш, а что нет? Это было все розыгрыш, но это было искренне. Скажу, что... Я скажу, что... Даже если бы не было розыгрыша, если бы это все не придумала, то я думаю, что я бы это тоже сделала. Ну что же, как развиваются отношения у Давида, у Оли, у дуры Марины и у Жени в оранжевой майке, мы увидим завтра на телеканале Тенте. Это был телепроект «Дом-2». Построй свою любовь. Я хочу объяснить. Я хочу объяснить, если кто-то ничего не понимает. Настя, если тебя это так никак не вставит. Девушка искренне относится и к Давиду, и к Жене. Она запутала в своих симпатиях для того, чтобы в них разобраться. Она хочет увидеть обратную реакцию, так как от Давида она обратной реакции не видела. И все это время обратная реакция была только от Жени. Не сейчас, для того, чтобы спровоцировать Давида на обратную реакцию. Она сделала эти сюрпризы. Но это сюрпризы, она... Подожди, непонятно, чтобы была обратная реакция. Нужно какое-то действие, чтобы была обратная реакция. Не действие, чтобы была обратная реакция. Да все, нет, а что делать? Сегодня, а вчера, а что? Да, а что делать? Больше нечего, что ли? Я правильно обещаю? Да все свои проблемы мало. Да все правильно. Нифига не правильно. Пришла к Давиду, пускай пытается этому. Пусть они попробуют нарезать свое мнение. Пусть будут белыми ангелами. Она проверила мне, как будто мы 10 лет женаты, понимаешь? Да-да-да, вот этот, знаешь, все это так, она не задумывается о том, что потом будет, то, что это все узнают все. Фу, это так мерзко. Можно спокойно сказать. И дальше хочешь разговаривать? Я не хочу дальше с тобой разговаривать. Ну ладно, не разговаривай. Потому что ты, извините, все скинь сейчас на мою эмоциональность, заплачешь и убежишь. Настя, я не заплакала, я не убегу, я на твоем... Зачем ты говоришь за меня? Я высказываю свое мнение, имея на это право. Ты ведешься сейчас очень некрасиво. Ты что, из-за всего этого? Ты что плакаешь? Это, к слову, случилось. Очень сильно. Я знала, что не будет такая реакция. Не надо бы этого ничего делать. Да ладно, просто все запутали, что розыгрыш. Розыгрыш, что... Уходишь, а я розыгрыш, что-то сюрприз делаю. Он же не обозлился, ничего. Да вы не плакать, а ты что это, а? Ну-ка.